Всем привет! Сегодня понедельник, но в Абхазии выходной день и завтра, кстати, тоже. Но Серёжа только сегодня на работу не идёт, поэтому мы приехали делать ремонт. Вчера Серёжа тоже здесь был, а у меня что-то настроения не было, не знаю, я... Сузи болялась. Ага, дома была, короче, делами домашними занималась, и сюда так и не приехала, и даже на море мы вчера не поехали. А сегодня я хочу и на море, и ремонтом заняться, и ещё на рынке мы с утра были, купила помидоры, закрывать, но это уже на завтра. Так, по мелочи продукты тоже взяли, потому что уже больше недели ничего на рынке не покупали. Вот, и для ремонта там кое-что ещё купили, что сейчас пока поработаем, вот только что Никиту уложили спать, сейчас поработаем и потом на море. Настя не знаю, с нами пойдёт или нет. А, ещё сегодня к Насте нужно. Она с утра позвонила, говорит, хочешь груши? Я говорю, хочу. Хочешь инжиры? Я говорю, хочу. В итоге вот ещё нужно к Насте попасть. И ещё она нам виноград даёт, когда она будет уезжать. Через неделю он уже поспеет. Вот перед её отъездом приедем к ней, соберём ещё компоты виноградные, закроем. Вот такие вот планы. Мы поехали на рынок, взяли вот такие маленькие уголки. Сейчас на окно вот сюда по краям сделаем. Не хотела я большие совсем. Вот самые маленькие взяли, что нашли. Клей вот купили. Обои тоже посмотрела в зал, какие есть, как что. В принципе, выбрать можно. Посмотрим. Сейчас нужно только всё померить. И потом ещё самое главное теперь, карнизы. Тоже мы посмотрели цены. И как лучше сделать. И в итоге я придумала. У нас же по всему периметру будут плинтуса. И в них будет встроенная подсветка. Это специальные плинтуса продаются такие. И вот нам нужно было придумать как-то, как карниз. Мы хотим все потолочные карнизы сделать. В итоге мы сделаем карниз. Серёжа говорит, алюминиевые продаются на мочарке. Поедем. И потом вот так. Я тут объясняю свои гениальные планы. Сделаем карниз, короче. И вот так вот, ну, прямоугольником, да? Обойдём. Этот, типсокартон сделаем. Замажем всё это и закрасим. Видно, ничего не будет. Я думаю, что нормально. Я придумала, да? Ну, это не сейчас. А когда? Просто карнизы сейчас сделаем. Ну, посмотрим. Надо рассчитать, какие надо плинтуса. Сколько мы отступим. Всё правильно? В зале-то понятно. В зале надо будет так подобрать, как вот этот выступ. Ну, ты имеешь в виду от потолка расстояние. Да. От потолка к расстоянию и расстояние этого. Поняла? Сам плинтус, который он вверх будет подниматься. Ну, да. Это нам рассчитывать. Вот нужно сначала поехать на мочарку, тогда плинтус посмотреть, какой там вообще. Вообще мы здесь будем покупать? Они нам золотые обойдутся. У нас 400 рублей, кажется, метр стоит. Это самые дешёвые. А нам тут сколько ветров надо? Не метр, а палка справится. Метр. Там написано было, кажется. Ну, может быть, что-то по метру. Два метра. То есть два метра, то есть два метра. Не знаю. Короче, всё будет видно потом. Факт в том, что мы уже знаем, как у нас будут они сделаны. Дальше будем работать. Я сейчас пойду в детскую комнату, покрашу этот, вот этот. А, я это слышала вчера. Да, из-за этого я хотела сейчас малярный скотч. Ну, Дианы там, она тоже на верху клей делает всё. Вот, покрашу откосы, чтобы уже эти... Дальше нужно сделать. Дальше нужно сделать. Что? Сколько написано? Там написано, в течение 10 минут можно поправить. И всего, если вот эту постоянно тянуть, 16 метров длина. А, потому что не успеешь дальше. Да, нет, вообще написано, что 16 метров длина вот этой штуки, если постоянно делать. А у нас больше с куском. Можно не постоянно делать. Всё, я переодевалась и работать. Ну-ка, покажи, как. Ну, так, ну, сейчас вот это подряд. Да, мне нравится, что очень тоненько и низовенько. Да, делай, я тоже там работаю. Так. А я сейчас сделаю скотч малярный и буду красить. Забыли совсем за это. Когда я красила, вот тут откосы на окнах. Что-то про дверь вообще забыла. Ничего. Это не проблема. Сделаем. Сразу вид другой становится. Чистенько. Я уже поклеил в комнате. Сейчас детскую пойдёт. Хорошо. Вот это вот что-то грязное. Ну, это потом почищу. На самом пластике. Что это ты тут делаешь? Ты вчера работал. Что-то такое бетонниче сделал. А, наверху тоже залил, да? Ну да. Кирпичи и железки. И вот тут потом ещё. И всё. Тут всё подмазать, а потом уже тонкий слой. И тут тоже стены шпаклевал, да ты или нет? Нет, вчера нет. Вот эти полоски. Как я оставила, потом сколько шкурить. Что там они стучат так в потолок, дети? Работаете? Да, уже всё. Пока не трогай здесь дверь, я ещё раз покрашу, потому что там, да, чуть-чуть тёмненько тут мне не нравится. Может, у меня высыпать не хорошо? Нет, Серёж, там надо будет ещё делать. Давай, пока здесь делай. Работать надо? Да, работать надо. А я пойду, наверное, пока, Серёж, потолок вон там, где замазывал в прошлый раз. Ещё раз пройдусь, чтобы уже потом... Ну, это не делай, потом мы не перекроем. А, ты этим валенком будешь, да? Да. Чтобы потом уже тогда мы целиком всё проходили. Я пока в туле скажу. Не могу. Не могу. Давай. А, это штучки на полусы. Какие? Ну, плёнки. Пакет. А что тут? А, да, вон у на окне. Добрай. Да, набирай. вот здесь сейчас пройдусь где делала а потом уже когда будем мыть потолок и полностью пройдемся еще один раз слой эмульсионку купим что все беленькая была и самое главное еще нам нужно окна помыть здесь тоже по бокам всю пылю декоративный налет особенно паутина да вот это по углам километровая вот самый декоративный налету тут так надо да а там посмотри этот паук живет домик себе сделал вот это все нужно смыть за сколько лет грязь образовалась надо все убрать ну все я второй раз прошлась после того как все высохло теперь уже точно все чистенько беленько серожа здесь тоже сделал тюкорнички в принципе вообще незаметно можно сказать все равно туда навески будут но так оставлять нежелательно конечно было без них нет по помощи нас на счет мы должны все стену по периметру перемерить чтобы знать сколько нам мы все равно еще раз все померить особенно зале то вот я щас окна написала и вот мы думали как здесь сделать потолочный в этот карниз придется прям с угла начинать его и сюда тоже выступать там получается метр семьдесят один будет у нас потому что здесь тридцать четыре и пять сантиметра от угла и сюда также пойдем мы же не сделаем его тут длиннее а тут вы допустим чтобы вы тут заканчивался но это некрасиво сереж потому что из-за вот этих вот что мы хотим свет проводить там наверху раньше такую систему не было когда мы начали только делать кого его начинать помоги мне с зал нужно померить сколько нам туда рулонов нужно обои чтобы выбирать ну и так и так посчитаем подбирать посмотрим ну я еще их не выбрала мы еще в тот магазин где мы покупали те в комнату к нам обои нужно зайти уже мы будем собираться 7 5 часов вечера тихонечку уже нужно закругляться короче мы почти все измерили здесь намного проще здесь без подсветки был сереж а вот тут мы еще не померили тут сейчас тут нет сейчас тоже померим сразу чтобы знать что здесь просто потолочный плинтус и все а вот теперь мы сереже решаем что нам делать здесь в зале изначально мы планировали что по вот этой балки тоже будет проходить подсветка как два контура будет здесь и там на две части разделенные но сейчас что-то мы уже сомневаемся стоит ли вообще с этим связываться может быть просто опустить по кругу здесь вот у нас как раз здесь выход и там да потому что если здесь сделать там вот столько нужно будет в углах ковыряться вот тут вырезать тут вырезать с ума сойти можно может быть правда может быть правда пока по кругу сделаем а как она смотри здесь же перепад здесь вот так будет а потом тут аж будет начинаться будет смотреться вообще прям до отсюда посмотрим короче сейчас мы померяем так а потом уже посмотрим если что докупим правильно ужас просто ужас надо срочно все тут отмывать ладно уговорил тебя и не хочешь связываться что делать но на море сейчас едем я не хотела все померить и все а что ты там собрался делать а вот это что ты тут строил нет серёж пол шестого мы на море должны попасть эту померим все вставай давай помогать дюймить комнату он уже взялся за это пенопласт и клеить мы измерили весь наш первый этаж чтобы знать площадь полностью сколько покупать нам нужно ламината будет и обои тоже померили решили начинать вот с этого угла 19 полотен получится нормально вот здесь даже мы ничего не будем не из кусков ничего как пойдем вот с этого угла оптимально так и будем идти и нормально экономить не будем чтобы не стыки вот эти вот разные небами что сейчас серёжа уже это приклеит и поедем на море сейчас серёжа самое главное не потерять эту бумажку мы уже сколько раз все верили а потом может дима потерялся сколько раз мы купили на два терабайта мало мало надо больше вот я туда все сейчас скидываю и купили жесткий диск на два терабайта мало мало надо больше я туда все сейчас скидываю чищу фотографии он у нас их миллион у меня только сейчас на телефоне больше двадцати тысяч фотографий доклеиваем и все и на море уходим сейчас серёжа тут прорежет система ты только бой не прорежь какой-то грязный серёж никита чумазый мальчишка гематоген кушал у детей забрал весь испачкал это мерить не надо он посмотрел что мы меряем все тоже хочет видеть да никит кто идет на море никита никита серёж а это точно откроется вот это вот ну вот что-то грязное так не делай пока пока вот так нужно вот опа и идти а управился там везде свет по выключал здесь выключу купаться будешь никита ты купаться будешь мама за людьми поплыла ага амарик с ней я грудова возвращайся уже на половине пути был амарик сады как красиво никит далеко собрался ты далеко серёж он чухает пошли купаться никита ты с ним купаться пойдешь я передаю маме давай пойдем купаться пойдем на море на море как будто бы не на море никита смотри птичка никита птичка птичка летит что пошла я уже слушай мужичок этот пенопластом 7 часов уже солнца нет прям чувствуется что уже лето заканчивается мы в это время помнишь только на море приезжали да осталось три дня ты будешь уроки делать я буду лучше ремонт делать максиму уже задались их на линейке рассказывать 1 сентября послезавтра у нас первое собрание в школе первого нет в среду первая пятница 30 в 11 часов еще детей нужно привезти никита что он взял все пошли купаться идем идем малик смотри какая лунная дорожка красивая смотри свет от луны прям сюда падает дорога дорога в Африку в Африку а туда туда пылос так сам живут дыря байся тут сейчас не будет воды да мама мама прыгал попробуй как с доски да ты на нее в жизни не встанешь маме даже в виде баночки ей нанес ну так ну так ну там набегу и так потом мучать снимать и все баба давай снимай меня снимаю сейчас так прыгну прыгай только я не уверена что у тебя получится сейчас прыгну давай я тебя подпишу прыгай дедка накупался уже сидит с Сережей держи доску подожди ты можешь встать на мою коленду не надо Максют ты не ударился об дно ты не ударился об дно давай грудь лучше а то мордой запашешь все отпрыгивай сам отталкивайся ты заснимала меня снимала снимала не переживай сто процентов нет покажи запись показывай быстро видишь запись идет а что значит сто процентов нет уж хватит плеваться слушай мама давай на колено твою я не могу я камеру мама очень красивая красивая я сейчас отсюда я покажу губы синие замерз не ну честно замерз выходи тогда если замерз я хочу еще купаться закупайся ладно еще пять минут и все мы домой уже видите как потемнело я хочу будем ехать домой и сейчас сладенькое купить сладенькое сладенькое вот волны 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 на волнах ты не наша машина здесь пять вольт нет наша нет Марик, ну все, уже надо выходить Мы уже все оделись Раньше всегда я сама последняя выходила Теперь Марик Мы планировали к Насте прийти пораньше Но пришли в темноту Так что инжир мы собирать точно не будем А груши возьмем Снять его и поменять там Вкусно? Это не так Финоград кушает Если вы не будете жить, они еще больше отойдут А ты чего в тапках зашел? Это Сережа разбирает трофеи Настя с тетей Наташей Нам варенье отдали Там и малина, и клубника Это яблоко, там еще груша есть Компоты Два фихуевых компота Максим когда увидел, говорит Раз, два, три, четыре, пять Не баночка Конечно, самые вкусные, да? Да Я не люблю так сладкое А это что, персик? Да, персик Что, Никита? Нем-нем-нем, да Считает Не, не трогай, не трогай Уже понес Куда понес? Это еще не все Сережа еще ходить и ходить Два пакета груш И еще там есть Не все, два пакета груш и две баллона А еще два баллона Никита устанавливает уже свои порядки Вот так нужно, да? Это помидоры, которые я купила Буду закрывать Но я еще не думала о том Когда я это все буду делать Потому что груши тут Настя с дерева Ну они Трусили, да Они падали Там их надо перебрать Делать варенье Ну целые тоже есть Я ничего не говорю Но перебрать все равно нужно Посмотреть, переработать В ближайшие дни Что даже груши есть? Сегодня-завтра Но сегодня навряд ли уже Я что-то смогу делать Но груши очень-очень вкусные Я по дороге попробовала Прям сладкое Скажи, Сереж Так Помидоры Буду, наверное, просто дольками Соли без всего делать Да Это картошка Это с другого пакета Надо будет Картошка Наводит Говорю, уже в порядке Аккуратно, Никита Ты чего? И дыню Сейчас надо порезать тоже Что? Грушу мне даешь Спасибо Вот, Никита добрый делится Сейчас детям открою компот Они больше всего его ждали Когда Сережа поднимет Сделаю быстренько кушать Это Настя просто уезжает уже скоро И куда девать Это все не съестся Их год тут не было Так что Осталось с прошлого года Дерево небольшое, но? Груши? Да, но зато смотри, сколько Вообще отлично На этого ребенка Уже второй стакан пьет компота Я же в прошлом году Вообще ни одну банку не закрыла Да? Лопнись и девушки В этом году обязательно закроем Наелся? Напился? Нет? Еще хочешь? Максим Лопнись Не, на ночь только Потом будешь бегать всю ночь в туалет Ну, я хочу в туалет Там в темном Сейчас мы тоже с Сережей будем кушать Что, моя сосиска взорвалась? Да, у вас будет пакет он в пол Не, на ночь Там все Ёкай, на ночь Встреча До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok